Игорь Слуцкий и его творческий путь С композитором, исполнителем и лауреатом Телефестиваля Песни Года 2002 Игорем Слуцким мы встретились в его обычной двухкомнатной московской квартире. Первый вопрос, который я задал Игорю, был о том, как удается ему писать музыку к песням, которые надолго остаются жить в сердцах людей. Пишется песня, хорошая песня пишется. На одном дыхании всегда так было. Все свои песни, которые я помню, они были именно написаны на одном дыхании. «Калина горькая, опять не выпала, прослуга долгая, прослуга долгая, дорога дальняя». Композитор Игорь Слуцкий о начинающих композиторах. Сейчас, в эпоху технического прогресса и электроники, музыканты, написавшие две или три песни, называют себя композиторами. Что же нужно в действительности, по вашему мнению, чтобы стать настоящим композитором? Ну, пусть изначально понимают значение этой профессии, значение этого слова. Обязательно нужно образование, обязательно. Вот. А те люди, которые... Сейчас же что такое, можно в понятие композитора входит? Сейчас много современной аппаратуры всего. То есть луп там дынц-дынц-дынц, там легкие какие-то незатейливые мелодии. И все, и этот человек считает себя композитором. Конечно, это несправедливо, неправда, не по-настоящему все. Надо все пройти, я-та-да-я. Игорь Слуцкий написал музыку к песням «Золотые купола», «Приходите в мой дом», «Магадан» и десяткам других хитов. «Магадан» А запоет ли с горя леший в буреломе? Да не сбивайтесь, не пугайтесь, мои кони! А все заметано без нас, и все указано. А все расписано заранее, все предсказано. А мы проскочим, абы-кабы, да без спросу. А мы проскочим, пролетим, была бы милость. А все, что сбыться бы могло, почти все сбылось. Давайте кони, 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 ходу-ходу. Дороги нет, тропинки нет, и нету броду. Давайте кони, 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 выручайте. Да не сгорим, да не потоним, лишь давайте. Дороги нет, кони, 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 кони. В завершении беседы я спросил у Игоря Слуцкого, что бы он пожелал телезрителям нашей передачи. Желаю я терпения в нашей стране, терпения. Видно сейчас такая участь у нас всех. Это только терпение. И желаю, чтобы у каждого человека была цель в жизни. Плохо, когда у человека нету в жизни цели никакой. Он ее обязательно должен найти, если у него ее нет. И желаю я добра, и чтобы наши русские люди верили в Бога, любили друг друга. И крепко здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова